Пожар был, кондиционер, лестница, прямо возле лестницы, квартира, да, мы в 2 часа ночи выскочили всем домом, до 7 утра мы стояли на улице, сгорело у нас двое мужчин. И вот как раз опять же тушили, затопили и коридоры, и комнаты. Остаемся только там здесь доживать, пока отчага не уйдет. Все обещаются дня на день, некоторые знают квартиры, некоторые нет. Мы мужик с крысами, с клопами, опять клопы полезны. Общежитие на Азина-27 было признано аварийным еще в 2013 году. Два года спустя, не догадываясь о статусе дома, Ирина Тараканова, мама двоих детей, приобрела здесь комнату. На покупку пришлось потратить материнский капитал. Сегодня мэрия расселяет аварийные здания, но жилье, так необходимое семье Ирины, взамен не предоставляет. Женщине и ее несовершеннолетним чадам предлагают лишь компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Именно за эту цену покупалась комната в общаге в 2015 году. Сегодня на эти деньги квартиру не купишь. Но чиновникам эти доводы не указ. Ирину с детьми пытаются принудительно выселить через суд. В конце ноября мне пришли документы с администрацией города Саратова на соглашение на выкупную стоимость 500 тысяч рублей. Во-первых, в документах указали, что я живу на пятом этаже, в трехэтажном доме. Я отказалась подписывать документы. Во-первых, составлены были неграмотно. Я обратилась в органы опеки. Потом пошла в суд с этими документами. То, что они судебные завели дело. И я узнала, что у меня через два дня уже заседание. Меня никто не предупредил. Номер телефона администрации не указывала. И в заседании было написано имя и фамилия моей младшей дочери 9-летней. Когда судья спросила, где находится Филиппова, я объяснила, что хотите, я ее привезу. Но ребенку 9 лет. Это единственное жилье у Ирины. Другого в собственности нет. Я обязана 150 тысяч положить на счет одного ребенка. И на счет другого ребенка также 150 тысяч. На 150 своих я, там побольше, должна искать жилье. И если я найду жилье несоответствующее, либо в таком же доме, органы опеки мне не разрешат его купить. Но прописки у меня не будет. У ребенка тоже не будет прописки. Мы бомжи. И где мы будем проживать это время, когда мы будем искать жилье, это неизвестно. Я к администрации города Саратова привезу мебель и останусь там. Мне некуда идти. В соседнем 25-м доме еще месяц назад жили люди. Но недавно здесь перекрыли воду. Потом мародеры стали растаскивать все, что можно. И Леонид со своей семьей в числе последних уехал на съемную квартиру. В 2020 году в начале сказали, что его расселять будут в конце года 2020. И нас вызвали на жеребьевку. Мы туда поехали. Проходила жеребьевка. 37 человек. В основном было 36. Каждый тянул квартиру. Именно нам выпала 55-я квартира на третьем же участке. Пятый динамический проезд. Дом 4. После этого, когда уже почти все подготовили, и буквально перед Новым годом нам позвонили, сказали, что можете уже ничего не готовить. Вам ничего не положено. Вам только деньги положены. Сейчас в судах находятся более сотни исков мэрии о выселении. Всего же в подобной ситуации может оказаться 360 саратовских семей. Как оказалось, люди стали заложниками изменений федерального законодательства. Объявляя о массовой реновации, власти поставили заслон перед теми, кто непрочно живится на аварийном жилье. После 1 декабря 2019 года покупка квартиры в домах, подлежащих сносу, стала бессмысленной. Дивидендов человек не получит. Ему просто вернут потраченные деньги. Так почему же в числе подобных субъектов оказались герои нашего сюжета? У нас существует два этапа при признании домов непригодны для проживания, подлежащих сносу. Первый этап – это постановление администрации города, где оно так и называется, о мероприятиях по отселению. Где четко записано, что признать такой-то дом непригодный для проживания и подлежащий сносу, или реконструкции. Значит, и одним из пунктов этого постановления указывается срок, в который собственники сами в рамках жилищного кодекса должны принять меры к сносу дома. Ну, может быть, какой-то определенный нонсенс юридический, но таково требует жилищное законодательство. А вот второй документ, он уже связан с неисполнением собственниками своих обязанностей по сносу дома. Понятно, что 99,9% собственников, конечно, не кинулись сносить, им просто жить негде. Значит, поэтому органы местного управления, в данном случае ситуация – это администрация города Саратова. При наступлении срока указанного постановления для исполнения его 100 собственниками, должны принять меры к изъятию земельного участка, на котором расположен квартирный дом, для муниципальных целей. Ситуация выглядит следующим образом, что если земельный участок изъят для муниципальных целей до вот этой нормы 473-го федерального закона, то есть до декабря 2019 года, то у граждан сохраняется право и на жилое помещение, или на компенсацию по выбору граждан. А вот если изъятие земельного участка произошло до июра после принятия федерального закона, то у них только компенсация. По сути, саратовские семьи, чья судьба сейчас решается в судах, стали жертвами бездействия чиновников мэрии. Подлежащие сносу дома признавались аварийными задолго до изменения федерального законодательства. Однако администрация просто игнорировала процедуру изъятия земельных участков и так длилась годами. Общага на Азина 27 – яркий тому пример. В марте 2018-го, спустя пять лет после признания дома аварийным, Михаил Исаев сообщал, здание необходимо снести до 23 августа. Сейчас оснований для изъятия земельного участка нет. Но даже когда эти основания появились, администрация не спешила. Указания Комитету по управлению имуществом мэр подписал только 30 апреля 2020 года, то есть граждан просто лишили возможности выбора. Аккуратно, эти шкалечки, они могут упасть на голову. Случай у Татьяны Картунова из общей картины выбивается. Она в доме номер 20 по улице Пушкина проживает с 2009 года. В 2014 году он был признан аварийным. И лишь через три года женщина стала собственником комнаты по договору дарения от своего отца, который в тот момент был инвалидом и не мог ездить оформлять документы. Тогда никто и не думал, что спустя еще какое-то время примут поправки в жилищный кодекс. И она вместе с несовершеннолетним сыном и супругом станет жертвой этой бюрократической казуистики. Меня вызвали и предложили 580 тысяч. Все. Я просила, я говорю, дайте нам хоть какую-то квартиру, потому что жить нам негде. Вот у меня ребенок, муж, мы просто выйдем на улицу. Все. Сейчас мы живем у свекрови, как я уже говорила. Поэтому что, как будет дальше, я не знаю. Сейчас идет суд. Что суд решит? Ждем постановления суда. Что вы можете купить? Гараж. Гараж можно купить. Все, больше не что. У нас ситуация, которая не подходит, скажем так, под стандарты нововведенной нормы в 2019 году в декабре, потому что Татьяна, она здесь проживала очень-очень давно, еще до признания дома аварийным, прописана. Здесь прописан малолетний ребенок. И договор дарения был заключен в 2017 году умирающим отцом. Никакой выгоды, тем более материальной выгоды при приобретении данного жилья и путем передачи там по договору дарения, естественно, никто не имел в виду. Елена Гущина, старшая по дому вместе с дочерью, наоборот, от жилья отказываются. Просят выплатить стоимость их комнаты по кадастру. Получать очень прям театр абсурда. Люди, которые хотят и действительно необходима квартира, им это обязательно, берите деньги. Ну, хотя бы тогда уж деньги приличные бы, да? Мы хотим взять деньги, а нас, говорят, категорически нет, без нашего согласия, без нашего вообще с нами разговора, заявления, ничего нет. Говорят, все тут, только квартира. Вот лично нам эта квартира не нужна. Дом номер 20 по улице Пушкина значится как вновь выявленный объект культурного наследия. Невооруженным глазом видно огромную трещину на фасаде здания. Жизнь в этой части дома уже очень опасна. Ровно 10 лет назад я стояла на этом же месте и вот так же давала интервью. Как раз по поводу того, что дом аварийный, здесь жить невозможно. Купаясь в ванной, там мы просто боимся провалиться на первый этаж. Вот за 10 лет ничего абсолютно не изменилось. Абсолютно. Я в свое время, я пыталась здесь признать дом аварийным. Я была старшая по этому дому. Я бегала здесь и вот это все делала, чтобы признание дома аварийным было. И сейчас, когда все это добились, выходит так, что все получают квартиру, а я стою с ребенком без жилья. На момент подготовки сюжета закончился суд по делу Ирины Таракановой. Решение заводского суда удовлетворить иск администрации. У меня не получится купить жилье, я останусь без жилья, без прописки, но с 500 тысячами, как говорится, в гармонии. Ирина сдаваться не собирается. Говорит, что будет бороться дальше. Правда, борьбой это назвать сложно. Скорее, защита на право жить под крышей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин